Субтитры делал DimaTorzok И к тому же, оглянись вокруг. У тебя все хорошо. Ты наладила отношения с мамой, ты занимаешься программированием. И в конце концов, сейчас лето. Ты можешь гулять до скольки хочешь. Жизнь прекрасна. Да, ты права. Жизнь действительно стала только лучше. Кстати, а как твоя мама после больницы? У мамы все хорошо. Знаешь, операция прошла успешно. Ее голос уже восстановился, но врачи сказали, что полгода еще лучше вообще не петь и не говорить. Представляешь, она сегодня поехала на студию записывать новую песню. Моя мама такая неугомонная, она без песен просто жить не может. Понимаю. И что, она правда не заставляет тебя ходить на вокал? Правда не заставляет. Я сама была удивлена. Ну, был, правда, один неприятный инцидент. Ну, помнишь, я тебе рассказывала. Да, Саш. Я сейчас иду в музыкальную школу забирать документы. Мама дала мне автономию по личному времени, и я решила бросить психолога и вокал. Так что, сейчас пойду заберу документы и поставлю жильную точку в этом вопросе. А, кстати, если ты сейчас не занята, может, пойдем погуляемся? Что скажешь? Слушай, давай я тебе позже позвоню. Хорошо? Так что, вот такие у нас дела, Наталья Ивановна. К сожалению, вынуждена мы взять перерыв. Не знаю, что с ней делать. Мне ничего страшного. Пусть Вика отдохнет маленько, с новыми силами, потом можем возобновить занятия. Приходите. Я очень на это надеюсь. В последнее время она меня только расстраивает. Ну, так бывает, да. Ну, я очень надеюсь, что мы скоро увидимся. Да, хорошо. Будем ждать вас. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Тогда документики попозже заберу, да? Да, конечно, нужно. Спасибо большое. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Дима, я начинаю беспокоиться за тебя уже. Может, нам возобновить психолога? Мама, я видела вас только что с Натальей Ивановной. Что? Мама, отдай, пожалуйста, себе затею. Разве ты не видишь, до чего ты меня этим доводишь? Детка, ты все не так поняла. Мама, детка. Мама, хватит, пожалуйста. Ты видишь себя так, будто у меня нет своего мнения. Пойми, пожалуйста, что у меня есть свои чувства. Я уже не та маленькая девочка, я взрослая. Детка, послушай меня. Мама, пожалуйста, убить меня. Слышишь, что я говорю тебе? Я не хочу заниматься вокалом. Хоть раз принимай за меня решение. Руководствуйся моими интересами, а не своими желаниями, мечтами, своим прошлым. Да, Вика, ты послушай ты меня уже, наконец. Детка, я встречала с Натальей Ивановной, чтобы объясниться перед ней. Ты же все оборвала, ты ушла. Понимаешь, нельзя же так. Элементарно, я забрала твои документы. Ты же все бросила. Тебе же было все равно. Ну нельзя же так взять и просто уйти. Ты понимаешь? Мама, ты опять говоришь о своем вокале. Пойми, пожалуйста, я тебе говорю о том, что у меня в сердце. Мама, в сердце, понимаешь? Мне очень больно, очень. Малышка. Малышка моя. Малышка моя. Малышка. Я знаю, прости меня, пожалуйста. Я допустила очень много ошибок. Я обещаю, мы все. Мы все исправим. Мы все исправим, маленькая моя. Но сейчас все хорошо. Мама пытается всеми силами все исправить. И я правда это очень ценю. И я правда очень рада, что у нее все налаживается. Ну вот видишь, все отлично. Так что не переживай и больше не плачь за него, хорошо? Хорошо. Ну вот, давай, снимай теперь со мной и улыбайся. Хорошо. Хорошо. Что ты взялся на мерси, когда крутит мой роман. Собранный чемодан. Все путевки. Продолжение следует...